Развитие национального кинематографа в современных условиях обсуждали сегодня за круглым столом. В Советском Союзе существовали целые студии национального кино. Находясь в разных уголках страны, они были частью единой союзной программы с вытекающим финансированием и поддержкой. Сейчас именно на их базе национальное кино возрождается. Из удачных примеров, ситуацию с якутским кинематографом эксперты называют не иначе, как якутским чудом. В этом северном регионе снимают недорогие, но абсолютно жизнеспособные картины. Главную причину такого феномена якутский режиссер Степан Бурнашев видит в интересе зрителя и возможности показать фильм на большом экране. Якутское кино так начали много снимать из-за того, что зритель ходит, интересуется якутским кино. Мы снимаем на своем языке в основном, и свои актеры, свои города, природы. Чтобы зрителю было интересен национальный кинематограф, фильмы должны отражать самобытность народа. Про все остальное снимет Голливуд, считают эксперты. Чуваший народ – народ древней культуры, и поэтому киношникам, наверное, есть, что рассказать именно про этот народ. Поэтому я думаю, пока чуваший народ жив, будет жить, надеемся, как говорится, всегда кино востребовано будет народом. Сам факт существования фестиваля в Чуваксарах, он влияет на развитие кинематографа здесь, в Чувашии. И то, что студия восстановлена, и то, что все, это не было бы фестиваля, что бы и не было бы. Впереди еще три дня фестиваля, а зрители увидят работы чувашских, башкирских, якутских, удмуртских, татарских и других режиссеров. О главных событиях фестиваля в специальном дневнике на национальном телевидении Чувашии.